Печатаю вещи недорого. Скоро в продаже 3D-принтер по доступной цене. Телевидение победило интернет. Новый сезон сериала обрушил интернет-сервис канала HBO. Здравствуйте, вы смотрите программу ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. О нем мечтают инженеры и малообразованные преступники, которые думают, что это устройство сможет напечатать им настоящий пистолет. 3D-принтер – вещь по-настоящему интересная и полезная. И, вероятно, скоро эти штуковины станут доступны многим. В популярном ситкоме «Теория большого взрыва» не новый китайский 3D-принтер стоил герою 5000 долларов и серьезной ссоры с женой. Это слишком много для большинства потенциальных покупателей, и он был очень большим. Вот 300 долларов за компактный 3D-принтер, который может запросто уместиться на журнальном столике в самый раз. Именно столько и будет стоить агрегат с названием The Micro. Проект по созданию компактного 3D-принтера собрал на сайте краудфандинга Kickstarter необходимые на разработку 50 тысяч долларов всего за 11 минут. А на данный момент в копилке проекта уже два с лишним миллиона, и цифра постоянно растет. Приборы в самом деле компактен. Куб с гранью чуть меньше 20 сантиметров. Для печати вещей можно использовать ABS-пластик, PLA и нейлон. Максимальная высота печатаемого предмета – 116 миллиметров. Среди достоинств The Micro стоит упомянуть автоматическое выравнивание и калибровку, тихую работу и низкое энергопотребление. В комплекте с прибором будет поставляться и фирменное программное обеспечение, адаптированное и для сенсорных экранов. Для двух с половиной сотен первых заказчиков цена 200 долларов, затем новинка будет продаваться по 300. Вроде телевидению уже давно предрекают скорую кончину, а нет, живо еще дело с Ворыкина Владимира Кузьмича. Накануне телепродукт сериал «Игра престолов» заставил содрогнуться интернет. Вообще это трудно назвать безоговорочной победой телевидения над глобальной паутиной. Случилось-то все как раз-таки в интернете. Огромное количество людей захотело посмотреть премьеру четвертого сериала популярной телесаги «Игра престолов» с помощью онлайн-вещания сервиса HBO GO. Сервис не выдержал наплыва зрителей и рухнул. Из-за какого количества посетителей это случилось, администрация не сообщила. Но по неподтвержденным данным это несколько сотен тысяч человек. Впрочем, рейтинги у эфирной версии «Игры престолов» тоже неплохи. Каждую серию третьего сезона смотрело около пяти миллионов человек. Уж от кого от кого, а от них мы подобного не ожидали. Вообще обычно странными изобретениями и шокирующими телешоу, к примеру, удивляют нас японцы. Но создать робота-кенгуру от чего-то захотелось инженерам из Германии. Не факт, что Bionic Kangaroo когда-нибудь перестанет быть забавным концептом и выйдет в серийное производство. Однако технологии, которые позволяют устройствам передвигаться, как австралийские сумчатые, уже существуют. Правда, пока лишь удивляют и забавляют. Робо-кенгуру представила на днях немецкая компания Festo. В разработке использована довольно интересная технология. Она позволяет частично сохранить кинетическую энергию предыдущего прыжка для снижения энергозатрат на следующий. Странными роботами обычно радует публику компания Boston Dynamics, но их творение имеет практические функции. Это же произведение робототехники призвано лишь продемонстрировать необычный двигательный аппарат, который и использовать-то пока негде. В завершении выпуска, как обычно, видеопозитив и сети. Субтитры подогнал «Симон» На сегодня все. Вы смотрели программу «Пронет». Все наши выпуски ищите также на сайте канала 24KZ и оставайтесь онлайн.